В этом хадисе доказательство на то, что прауко, алейсал айсал 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 этого не было известно, он не может этого знать. Это значит, он не знает, что л-гайб, не знает сокровенное. Поэтому Аллах Субханатля приказывает Мухаммаду, говорит ему, скажи, скажи людям, я не говорю вам, что у меня есть сокровищница Аллаха. И не говорю, что я знаю сокровенное. Я не говорю вам, что я ангел. Аллах Субханатля приказал ему объявить людям, что он не знает гайб, не знает сокровенное, что у него нет сокровищницы Аллаха, что он человек. И здесь, вот в этом хадисе и в других хадисах, крепкий довод и опровержение тем людям, которые прибегают к пророку в своих нуждах, своих проблемах, когда у них беды. Обращаются с дуа, с мольбой к пророку, просят его о чем-то. Эти люди, на самом деле, они любят пророку, а они его друзья? Нет, на самом деле, они его враги, они его друзья. Не Авлия, а враги. Если пророку Алиса был жив, он бы потребовал от них чего? Покаяния. Если они отказались бы, тогда бы наказал их и казнил их, потому что они кто? Такие люди мушники, такие люди безбожники, многобожники. Человек не имеет права делать дуа, обращаться с мольбой к кому-то, кроме Аллаха. Будь то ангел приближенный, будь то пророк посланный. Пророк Алиса именно пришел для чего? Для защиты неприкосновенности таухида, поклонения только Аллаха. Он не знал сокровенное. Он даже забыл, видно из этого хадиса, то, что он знал, то, что было известно. Он, как и все люди, нуждался в еде, в питье, в одежде, в защите от врагов. Поэтому Алиса сказано в день Махуда, одел на себя две кольчуги. Он был, как все другие люди. Все, все, что свойственно людям, было свойственно пророку Алиса. Поэтому Аллах Субханатля приказал ему сказать, скажи, я человек наподобие вас, внушено мне и открыто, что Бог ваш, которому вы должны поклоняться, это единый Бог. Смотрите, Аллах Субханатля приказывает ему сказать что? Что он человек. Только что он человек? Если бы Аллах Субханатля приказал ему сказать просто, я человек, скажи людям, я человек, это было бы достаточно, чтобы понять, что пророку Алиса нельзя поклоняться, правильно? Но Аллах Субханатля добавляет еще, как вы. То есть точно такой же, как вы. Отличие мое от вас в том, что мне открыто. Откровение от Аллаха Субханатля. Что ваш Аллах, Бог, это Бог единый, кому вы должны поклоняться.